Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру вокруг света FIFA 18 и продолжаем тренировать Мадридский Реал. Дошли до четверть финала Лиги Чемпионов и здесь, конечно же, нам нужно пройти Баварию. Первый матч у нас дома, эта серия будет целиком посвящена именно четверть финалу, ну поехали что ли. Есть небольшое волнение, честно говоря, против Юпа Хаенкиса все-таки будем играть, но за РБ Лейпциг с Баварией мы справлялись, надеюсь и здесь проблем не возникнет. Давайте посмотрим запас, кто у нас там есть, вообще Майораль и Диас мне нужны на всякий случай, как и Икарди, они все здесь. Также я, пожалуй, поставлю запас, а где же, где же он, где же он, Хамеса, Хамес Родригес, он может центр у нас усилить. Прости, Маркус, ты пока вне игры, именно конкретно на этот матч. Ну и Шкриньер, по идее, тоже должен быть, мало ли что с защитниками у нас приключится. Вот такой запас, ну давайте начинать. Да, у нас травмы, да, у нас выбыл Пулиши еще прямо перед четвертьфиналом, по сути. Выбыл у нас уже давненько Марсиаль, но я думаю, мы все равно должны справляться. Без дождика никуда, опять осадки. На Сантьяго Бернабеу все время матч, то снег, то со снегом, то с дождем, то еще с какими-нибудь погодными непростыми условиями. Ну да ладно, четвертьфинал Лиги Чемпионов. Ну что, в следующий FIFA, FIFA 19, уже будет официальная Лига Чемпионов. И по идее мне придется наверняка вырезать заставки, иначе, ну и гимн, иначе от YouTube будет прилетать совпадение там и так далее. Но что поделать, как-нибудь будем выкручиваться. Но атмосферы это, конечно, добавит. Жалко, что российской премьер-лиги не будет, но это уже другая история. Маркус Решфорд, три гола в последних трех матчах. Леон Бейли, два гола в прошлом матче. Их именно режиссер трансляции выделил перед этим матчем, но окей. Давайте посмотрим вообще полностью состав Мюнхенской Баварии. Итак, Роберт Ливандовский в центре нападения. Леон Бейли слева в полузащите. Кинсли Коман справа. Два центральных полузащитника, которые будут развивать атаки. Толесо и Тиягу. Опорник капитан Артура Видаль. И слева в защите Давид Алаба. Шуле или Зуле в центре вместе с Кулебали. Справа Кимих. Ну и Эммануэль Нойер. Ветеран все еще. Первый номер Баварии. Вот такой составчик. Схема у них 4-1. 4-1. И ну это пенальти. Габриэль Жезус в одиночку расправляется с защитой Мюнхенского клуба. И зарабатывает пенальти. Калиду Кулебали зарабатывает желтую в свою очередь. Ну и нужно еще переиграть Мануэля Нойера с точки. Эта задача не из простых бывает. Как вы понимаете. Вот об этом я и говорю. Отобрал Маркус. Но нарушил правила. На самом деле лучше бы этого пенальти не было. Теперь у нас небольшая дизмораль будет у команды. Маркус неплохо. Эдегор пытается открыться на фланге. И получает мяч. Эдегор. Нет, здесь Давид. Алаба. Корпус плечо поставил. Не пустил молодого парня. А так-то неплохо открывался. Жезус. На левом фланге. Сместился туда. Получил по ногам. Ковачич. Ковачич развернулся дважды. Маркус в центре. Нападение. Кросс. Обратно на Маркуса. И 1-0. Получи. Нойер. Не с пенальти, так с игры. Тони Кросс и Маркус Решфорд разыграли. Не зря. Не зря режиссер трансляции именно Маркуса выделял. Англичанин открывает счет. Ну и. Отличная стеночка. Тони Кросс опять голевую отдал. В своей манере. Это его стихия. Ну и Мануэль Нойер пытался здесь спасти. Но не мог. И снова Маркус в центр смещается. Убирает защитника. Мануэль Нойера не пробил. Эдегор. Эдегор. Как хорош до Виталоба пока здесь. Справляется Эдегора. Маркус. И Кимми в подкате. Надо доводить счет до 2-0. Пока есть возможность. Пока есть игровое преимущество. Тони Кросс. Налево можно сыграть. Там Телеш. Жезус по центру. Здорово. Витали развернул. И передача в разрез. Ковачич. Нет. Там. На чеку. Кулибали. Ой-ой-ой. Опять Тони Кросс. Да что ж ты делаешь-то сегодня немец. Против кстати. Бывшей команды играет. Да. Но он уже перешел из Баварии. В Реал. Но тем не менее. Тони Кросс. И посмотрите. Увидел забегание Ковачича на дальнюю штангу. И вырезал ему мяч. Прямо в голову вложил. И опять-таки Нойер пытался спасти. Но от его руки мяч все-таки оказывается. В воротах. 2-0. Пока что безусловно лучший игрок матча на мой взгляд. Это Тони Кросс. Два гола нам сделал. Хоть и не сбивал. Но отдавал великолепные голевые передачи. Маркус. Налево. Там Телеш. И забегает Жезус. Но на дальнюю подачу. А тут. Ух ты. Эдегор-то выиграл борьбу. И Кулебали не дал добить. Не ожидал я, что у Алабы Эдегор выиграет сейчас вверх. Но это произошло. Снова Эдегор. Выходит от двоих. Разворачивается. Кинсли Коман. Нет. Пока на самом деле у Эдегора у нас не идет игра. Все остальные пока. Играют так, как и я ждал от них. И все-таки Давид Алаба здесь упускает. Все-таки упускает. Ковачича. И кстати при первом мяче тоже Давид Алаба позиционно проиграл. Дубль Ковачича. Идеальный пас в разрез. От кого? От Жезуса по-моему, да? Давайте посмотрим повтор. 3-0 на 40-й минуте. Ну что, Бавария кажется капитулирует в этом матче. Да, именно от Габи Жезуса. Отличная передача. Ну а со стороны Тони Кросса был предголевой пас. Ой-ой-ой, Кристенсен ошибся здесь немножко. Тьяго передача. Ля Фон. Какой сейф. Вот это реакция, а? Браво, вратарь. Не дал вернуться сейчас Баварии в игру. Потому что если бы мюнхенцы один гол отквитали в раздевалочку, нам было бы посложнее. Эдегор по флангу. Салаба здесь разберется. Наконец-то получилось обыграть. Давида разворачивается на замахе. Дальше что? Еще уходит от защитника. Там уже Толесо. И снова Эдегор. Не, Зули здесь очень легко. Оттеснил. Ну, у него огромное преимущество в плане корпуса. 3-0 после первого тайма. Я считаю, что великолепно мы провели первый тайм. Не без сейва Ля Фона, конечно. Было бы 3-1. Но, тем не менее, замен делать я не буду. Мануэль Нойер выручает после удара Габи Жезуса. Маркус Решфорд против Кимиха. Еще уходит передача на дальнюю. И снова Мануэль Нойер. Вот это да! Мануэль Нойер явно не ожидал такого выстрела. Каземиро. Дальний удар. 4-0. Это было потрясающе. С Жезусом, да, с бразильским другом. Празднуют гол. Ну, и это да. Это было красиво. Посмотрите. Убрал под правую. Свободная зона. И посмотрите на траекторию полета этого мяча. Это было великолепно. Ай, Каземиро, а! Супер гол. Вот это зарядил, так зарядил. Маркус Решфорд. Опять 1-1 обыграл. С Ковачичем в стеночку. Ковачич пытается открыться. Кулибали перекрыл. Жалко, что слева никто не подключился. Возможно, левый защитник. Стоило ему ворваться в свободную зону. Потому что Маркус сместился в центр. Каман! Развернулся таки. Вот здесь опасно. Уже в штрафной Бавария. В нашей штрафной. Ливандовский в стеночку с Тьяго. На фланг. Кимих будет подавать на Ливандовский. Нет, они низом. Они разыгрывают низом. Тьяго. И вот он удар. Не точный. И замена. У Баварии, кажется, Томас Мюллер, да? Выходит на поле. Но нет, это не Томас Мюллер. А кто это такой? Даже интересно. А, это Леон Горецко. Вместо Толесо. Усиление центра поля. Странно, что Горецко у них не в основе. Давайте мы тоже ответим с заменой на замену. Я думаю, что Вальверды, чтобы укрепить центр. Хотя, хотя все-таки, наверное, нет. Давайте Диаса выпустим вместо Жезуса. Вот так. Свежего нападающего. Состоялась у нас замена. Леон Бейли получил желтую. За достаточно жесткий подкат. Ковачич. Нашел Диаса как раз-таки. Диас обратно на Ковачича. Зули. Маркус Решворд. Опять великолепно открывается Мануэль. Ноер здесь успевает все-таки на выходе. Надо было перекидывать. Надо было перекинуть Мануэля. Сначала Кристенсен. А потом Эляфон. Нельзя пропускать. 4-0. Очень комфортный счет. К следующему ответному матчу. Поэтому ни одного мяча важно не пропустить. Вообще. Никаких шансов Баварии не оставить. Тони Кросс. Ну и Маркус. Давай. Открывайся. 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 Маркус. Открывайся. И передача на ход Маркусу Решворду. Нет офсайда. Маркус. Смещается в центр. Удар по воротам. Мануэль Ноер вытаскивает. Еще один выстрел Ковачича. Еще один выстрел Диаса. Расстрел просто ворот Баварии. Но ни один мяч до створа так и не дошел. Ну кроме первого. Первый удар был по центру. И снова Решворд в центр смещается. Передача на Диаса. Не проходит. И Мануэль Ноер выходит из ворот. Нарушили правила мы по-моему. В атаке. Нет. Смотри-ка. Ну ладно. Тони Кросс у мяча. Стенка подошла. По идее желтая карточка должна быть. Но подошли они в пределах правил. Хорошо. Нет. Переборщил. Переборщил и не подкрутил нормально. Не получается у меня штрафные за Тони Кросса. Вот все-таки. Окончен матч, друзья мои. 4-0. Бавария вынесена. Отправляемся в Германию вот с таким отличным запасом. Началось все с пенальти нереализованного, кстати говоря. Ну, зато потом свои моменты мы такие использовали. Казимиро оценкой 10-0. Великолепный гол забил. И вообще в опорной зоне все выжигал. Я думаю заслужил он такую высокую оценку. Пресс-конференция в матче чемпионата Испании. Да, против Хейхона. Давай-ка я, наверное, да даже не знаю, покритикую полностью команду. Ну что ж, симулируем. Надеюсь, что наша команда справится. Наш второй состав. Итак. 2-1 победа. Хамес сделал дубль. Ну, хорош. Ничего не скажешь. Ответный матч с Баварией. Пресс-конференция уже перед ним. Ну что, критика за первый матч. Когда они нам 0-4 влетели, я думаю, здесь будет уместно. Ну что ж, Мюнхен. Отправляемся именно туда. 4-0 запас солидный. Грамотно нужно отыграть на контратаках. И думаю, у нас все получится в этом плане. Посмотрим состав, конечно, который Юб Хайнкис приготовил на эту встречу. Так, Диас Майера здесь. Маркус уставший, потому что он играл. Отправляется, наверное, в запас. И Бальос мне нужен. И мне нужен Шкриньер, как и в прошлом матче. На всякий случай. Погнали. Кстати, и здесь тоже дождик. Альянс-арена великолепная. На ваших экранах. Полный стадион, само собой. Ну и давайте посмотрим, есть ли изменения в составе соперника. В нашем составе изменений, как вы понимаете, нет. Итак, Роберт Ливандовский. Да нет, похоже, все те же самые ребята вышли на поле. И попытаются взять реванш. Были неплох. И подача на дальнюю. Вон, Телеш. Внимательнее здесь нужно. Внимательнее ковочить. Что за прием мяча был странный. Очень далеко его отпустил. Жезус. Убежит здесь от защитников или нет? Остановился. Развернулся. Жезус. Ускользает, ускользает, ускользает. И Дегор. Развернулся тоже. Еще разок. Правильно. И подача. Но там уже вдвоем накрывают его Алаба и Кулебали. И на самом деле заряжена. Заряжена Бавария. Тони Кросс вырезает на Маркуса Решфорда. Маркус. Обработал мяч с трудом. Но обработал. Пытался подать. Зуля здесь. Телеш. Ковачич. Скрытая передача. Тони Кросс. Жезус. Жезус. Нет. В этот раз никакого пенальти. Чистый отбор. Открывается Габи. Открывается. Убегает от защитников. Габи Жезус. Удар. Мануэль Нойер. Но с этой позиции сложно забить. Острова тугал. И конечно такой вратарь как Нойер должен. Должен спасать. Казимира. Казимира. Ну что. Приложись Казимиру. И снова Мануэль Нойер в игре. Примерно с этой точки тогда Казимира у нас отличился. Да. В первом матче. Эдегор. Красивый финт. Финц Зидана и подача на дальнюю. Здесь Кулибали. Подбор мяча за Баварии. Контратака. Видаль. Ливандовский. Видаль. В одно касание. Здорово. Развернулись. Бейли. Как на мотоциклах летят в атаку. Конечно. Футболисты Баварии. Но Бейли здесь затормозил. Начал финтить. Против ТТ. Еще разок. Я выиграл все-таки. Тьягу. Пас назад. Видаль. Не точно. Не точно. И теперь уже мы в контратаку полетим сейчас. Жезус. Здорово на Маркуса Решфорда. Вот это мы развернулись. Маркус. Маркус. В дальний клади. Мимо. Угловой. Похоже будет. Да. Бейли, кстати, со своей скоростью мог и догнать этот мяч. Для фона выделяет. Так. Вот сейчас внимательно. Но угловых Бавария тоже сильно. Неужели будут разыгрывать? Да. С Тьягу. И Тьягу будет подавать. И Стони Кросс ему помешал. Молодец. И мяч у Реала. Эдегор. Ну давай в контратаку. Мартин. Жезус по центру должен открыться. Должен открыться. Жезус по центру. Передача на него. Жезус. Снимает Алаба. Еще одна контратака. Казимиро. Правый фланг свободен. Эдегор. Ну же. Нужно разворачиваться. И подавать на дальнюю. Жезус. Спокойно. 1-0. Никакого офсайда. Все было четко. Странно, что Алаба пошел прессинговать. Там и оставил свой фланг. И Дегор убежал. И вот с этого родился гол. Я говорил на контратаках. Грамотно сыграть в ответной встрече. И все будет хорошо. Да. Пришлось Кулебали смещаться. И он оставил свою зону. Ну а Жезус тут идеально открывается. Как обычно. Маркус Рейшфорд притормозил. Увидел Телеша. Телеш. Прострел на Жезуса. Габи. Мог сделать дубль. Но не попал в дальний. Ай хороша атака. Первый тайм завершен. 1-0. Идеальная игра в обороне. И конечно же использование свободных зон Баварии. Принесло нам такой результат. Продолжаем. Тони Кросс конечно и Эдегор подустали. Но можно наверное их подменить немножко. Давайте Эдегор все-таки покинет поле. А вот у меня только фланговых игроков нет в запасе. Но Диас может сыграть на фланге. Мы это знаем. Ну и Сибалия с места Тони Кросса. Ой Ковачич. И на Жезуса. Но здесь. Ка-а-а Габи. Ой это я конечно виноват. Зачем ей стик в угол. Я хотел в угол именно. Чтобы вообще у Нойры шансов не было. А в итоге промахнулся Габи. Выкатил ему Ковачич. После того как поборолся с двумя. И выиграл мяч. Ох. За такое может и наказание последовать. А вот и оно. Но Ляфон тащит. Добивание от Ливандовски неточное. А уже ворота были пустыми. Ляфон еще в этом четвертьфинале очень хорош. Те моменты которые Бавария создает. Нейтрализует именно Галкипер. Ковачич. Разворачивает Видаля. И Жезус откройся. Хорошо. Обратно. Да. Ковачич. Но здесь нужно забивать. Конечно. Вот и 2-0. Жезус отдал должок Ковачичу. С передачи Ковачича Жезус не забил. А вот наоборот получилось. Толесо уже подключается тоже вперед. Ну Баварии хотя бы один гол забить. 6-0 общий счет. Понятно что они расстроены. 4-0 в Мадриде. 2-0 в Мюнхене. Подача Казимира. Это Варан сыграл. Жезус. Ай хорош Габи. Ай хорош. Поборолся здесь за подбор и выиграл его по флангу. Алаба пролетает мимо. Еще обыграл. Передачу нужно отдавать. Диас. Тоже хорош. И еще передача на Сибалиуса. Идеальная. Как по учебнику контратака мадридского Реала. Приводит к счету 3-0. И вышедший в Сибалиос. Как раз таки отличился. Ну на самом деле надо отдать должное Жезусу. Это он все начал. Казимиро. На Жезуса пас. Жезус. Обыграет защитника. Конечно. Передачу не успеет отдать. Да что ж такое-то. У Жезуса какие-то помарки в завершающей стадии. Далековато сейчас мяч отпустил. Габи. Опять таки всех защитников может легко вот так разворачивать. Внутри штрафной. Казимиро. Возможно в сетку мяч шел. Но там нога Кулебали помешала. Бейли. Но вот у него конечно преимущество. Скорость над нашими защитниками. И хорошая подача. Но Кинсли Каману не дали. Не дали здесь пробить. Так аккуратно. Без пяток на своей половине все-таки. Не хочется пропускать. Последние 6 минут матча. 7-0 общий счет с Баварией. Но я думаю никто не ожидал бы такого в реальности. А у нас получается. Телиш. Идеальный отбор. Маркус Решфорд. Знаете с Манчестер Сити было сложнее. Реально. С Манчестер Сити приходилось потеть. Временами с Баварией. Очень-очень местами скажем так. Несколько минут только в каждом из матчей. А так в целом. За явным преимуществом. Переиграли мы Мюнхенский клуб. В одной четвертой. И это означает только одно. Мы входим в четверку лучших команд. Клубных этого сезона. Посмотрим кто нам встретится в полуфинале. Казимиро. Еще один его удар дальний. Раз. Раз. Забивался Казимиро. Поэтому почему бы не пробивать почаще. Ну и Мкин выходит. Центрального защитника меняет Бавария. Не знаю с чем это связано. На последних минутах. Может быть вперед его отправляют. Скорее всего да. Скорее всего так и есть. Жезус. Снова с мячом. Не реализовал несколько моментов. Но ничего страшного. Казимиро. Заброс на фланг. Здесь Маркус Решфорд. Принимает мяч. И зарабатывает угловой. Кимих. От его ноги. Мяч ушел. Давайте попробуем на ближнюю что ли. Кстати Маркус Решфорд подает. Вот это интересно. Жезус. Скидка. Ковачич. Высоко. Ну что судья. Пора давать финальный свисток. Да. 4-0 в Мадриде. 3-0 в Мюнхене. Бавария капитулирует. И 7-0 общий счет. Реал Мадрид проходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Жезус один из лучших был конечно. Но все равно не идеально сыграл. Что касается именно своей игры. Тем не менее именно он открыл счет. В этом поединке. 1-5 по ударам. Ну Бавария старалась. У них были некоторые моменты. Но там Ляфон вставал стеной. Ковачич. Забил гол. И собственно хорош был в центре поля. Поэтому лучший он. Теперь уже Аня Казимира. Но заметьте. У нас часто лучшие игроки. Именно центральные полузащитники. Это значит что у нас хорошо держится мяч. И великолепная организация игры. Ну что ж. Давайте смотреть. Полное выздоровление Пулишич. Кажется он возвращается. Великолепно. Так. С Жироной перенесли мяч. 6,5 миллионов нам заплатили. За выход. В полуфинал Лиги Чемпионов. Давайте смотреть. Как у нас там с сеткой дела. Кто куда вышел. Так. Это Лига Европы. К сожалению здесь Брага Сельти уступила. Обидно. Ну а здесь. Тоттенхэм проиграл Атлетику Мадрид. Как я и предполагал. В общем-то. 2-1 общий счет. И мы будем с Атлетику опять играть. Да ё-моё. Сколько ж можно-то. В полуфинале Лиги Чемпионов против Атлетику Мадрид. Ну а в другом полуфинале. Челси встретится с Барселоной. И Челси одолели Байер. 3-1 общий счет. Ну а Барселона разделалась с Аяксом. 4-1. Получается, что мой прогноз насчет трех испанских клубов снова в полуфинале ЛЧ. Оказался верным. И только английская команда Челси против трех испанских осталась в полуфинале. Да уж. Да уж. Испанский футбол доминирует. И как бы в финале нам не пришлось играть снова с Барселоной. Вот это был бы номер. Именно та команда, которая не позволила мне выиграть ЛЧ за РБ Лейпциг. Это был бы сюжет, конечно. И когда же у нас там матчи с Атлетиком? Ага. А вот и они, собственно. Вильяриал. Депортиво. Кстати говоря, наверное, как раз таки с Депортиво сыграет основа. То есть вот Малага, Резерв, Депортиво основа и снова Вильяриал, Резерв. Давайте просимулируем и дойдем уже до матча с Атлетиком. Я надеюсь, мы не проиграем ни одного матча. Ну давай. С Малагой в гостях, конечно, это такое. Да, все-таки проиграли. Эх, первое поражение мадридского Реала в чемпионате. 0-2. Окей. Сейчас мне нужен первый состав. И здесь очень важно, очень важно поставить Пулишича в запас. Где он там? Вот он. Да, и Эдегор у нас скоро вернется во вторую команду. Видно, что он, конечно, уступает другим нашим игрокам первого состава. Так, пресс-конференция. Перед матчем с Депортиво. Ну, Зейдорф. Извини, покритикуем тебя. Так, главное сейчас без всяких там травм, красных карточек. Хотя красных пофиг, потому что это чемпионат. Главное без травм. Пожалуйста, ребят. Дома с Депором. Ну, и победить бы не помешало бы, потому что настроение, чтобы было хорошее. ТТ красное. Ну вот, пожалуйста. Жезус и Ковачич отличились опять. Ну, реалистично получилось. Хотя я бы, наверное, разнес Депортиво побольше, побольше. Пресс-конференция. В общем, перед матчем с Вильяреалом. Опять-таки, критика. Я думаю, что мы сейчас просрём Вильяреал, потому что у нас второй состав. А что там у нас с Пулиши, чем всё уже, я думаю. Он уже готов играть. Хотя нет, ещё, видите, ещё не готов. Потому что он не вышел, блин. Вот это плохо, конечно. Это плохо. Ну, пусть и пока в резерве будет. Я надеюсь, что как раз-таки уже к матчу с Атлетикой будет готов. Травма на тренировке. Конти. Ух ты, ё-моё. Галкипер наш молодой на 4 месяца. Жестоко. Очень жестоко. Так, Пулишище хочет играть уже. Ага. Так. Новые молодые ребята из Голландии прибыли. Так, Деврис. Хороший потенциал, но что-то он дешёвенький. Поэтому не берём. Нет, ребята. Никого не берём. Простите меня, конечно, но вы нам не подходите. И ещё один отчёт. Это уже от Хорвата. Ого. Лазер. Вот этого надо взять. Кесарыч, наверное. Кесарыч. Возможно. Потенциал 82.94. Берём. Так, без уха. Это нет. Зупан тоже нет. Драгомир Драгович. 79.94. 130 стоит. Ну, блин, не знаю. Отказываем, наверное, да? Бакарич. Тоже отказываем. Хотя потенциал хороший был там. Но вот ещё один. Ещё один молодой игрок. Давайте посмотрим, сможем ли мы его сразу в основу подписать. Да, ему 17 лет. И драгомир Драгович. Рейтим тоже 79. Неплохо. Ещё один правый защитник, кстати говоря. Переводим в первую команду. Так, ну и Конти нужно заменить. Само собой. Где там наш вратарь, который недавно пришёл? Вот, Марич. Давай. В бой. Симулируем с Вильериалом. Ну, давайте хотя бы ничейку, а? Ребятки. Хотя бы ничья. Должна быть. О, боже. 3-0. Как вообще так можно играть? Мадридский Реал. Я бы вами управлял. Совсем бы дело другое было. Пресс-конференция. Так, ну давай. Атлетико Мадрид. Давай, критикуем Симеоны. Слушайте, вот их будет тяжко вскрывать. Я же это понимаю, да? Я всё равно критикую Симеоны. Ну да ладно. Эдегор. Ну что, пора тебе во второй состав, кажется? Хотя нет, не буду. Вот видите, Пулишич всё ещё с повреждением. Поэтому мы как раз-таки в этом матче с Атлетико Мадрид выпустим Пулишича. На последние минуты. Хотя Костеломов там хватает. В мадридском другом клубе. Но я надеюсь, что всё будет с Пулиши, чем хорошо. Муарамаса, Сосуна. 3 миллиона 900. Да купите уже его кто-нибудь. Ну, в конце концов. Фео Лусье тоже. 4 миллиона. Его тоже нужно продавать, потому что у нас там куча фланговых игроков приходит ещё в следующем сезоне. И мадридский Реал без флангов точно не останется. Ну что ж, уже в следующей серии полуфинал о Лиге Чемпионов. И сезончик так потихонечку, помаленечку подходит к финалу. В финале, кстати, кубка мы снова с Атлетико будем играть. Это какая-то жесть на самом деле. Так что ждите. Не забывайте про лайки и комментарии. Увидимся в следующей серии, в следующей стадии ЛЧ. Будет горячо, потому что с Атлетико Мадрид, если они прям хорошо играют в обороне, бывает сложно. Всем пока. Пока.